Как отметили Рождество в городе, где родился Иисус, в честь чего в Китае строят ледяное королевство и какая судьба ждет после праздников самую лысую елку в Европе. Об этом и не только в нашем обзоре. Тысячи паломников прибыли в Вифлеем на рождественскую службу. Именно в этом древнем городе, согласно преданию, на свет появился Спаситель Иисус Христос. К верующим присоединился и глава Палестины Махмуд Аббас. Мессу в Церкви Рождества Христова отслужил патриарх иерусалимский Феофил Третий. Накануне палестинские христиане протестовали против его приезда в Вифлеем. Их возмутила новость, что греческая церковь якобы собирается продать часть земли еврейской общине. Королевство из льда появилось в китайском городе Харбин. Там стартовал ежегодный конкурс ледных скульптур. Соревнуются 60 участников из 14 стран. Среди них и профессионалы, даже преподаватели такого мастерства из университетов и любители. Материал берут из реки неподалеку и с помощью бензопилы молотков создают невероятное творение. Времени у скульпторов до понедельника. Тогда жюри будет выбирать лучшего. Гигантские маски и повозки, яркие костюмы, песни и танцы. В колумбийском городе Паста начался один из самых знаменитых праздников – карнавал черных и белых. Он длится несколько дней. Вначале устраивают парады и шествия. Затем день черных, когда все гримируют лица до неузнаваемости. Следующий день разукрашиваться нужно уже белой краской, а надевать самые красочные костюмы. Такой обычай символизирует расовое равенство. На карнавал приезжают тысячи туристов, а ЮНЕСКО признало его объектом всемирного нематериального наследия. Лысую елку в Италии могут выставить в музее. Главный новогодний символ страны вызвал волну на смешек из-за неприглядного вида. Итальянцы как только не называли ее – и облезлая, и обсыпанная. Хотя ель привезли из далекой Норвегии, и столичному бюджету она обошлась в 48 тысяч евро. Жители Рима разошлись во мнениях относительно необычной елки. Кто-то резко критиковал, а кто-то даже создал для нее страницу в соцсети. И сейчас пользователи активно обсуждают, куда деть елку после праздников. Выставить в музее, переработать на тысячи карандашей для школьников, или же сделать из нее деревянный домик. Осторожно, живая еда. В Китае жареная рыба неожиданно жила на подносе. В провинции Хунань гостям на одном из праздничных мероприятий удалось заснять на видео, как приготовленная во фритюре рыба начала двигаться. Ролик выложили в интернет, и теперь пользователи гадают, как такое вообще возможно. Версии разные. Есть предположение, что рыбу неправильно выпотрошили и не дожарили. Однако некоторые специалисты считают, что клетки организма способны реагировать даже несмотря на тепловую обработку. Редактор субтитров А.Семкин